Программа по замене лифтового оборудования – вещь вроде бы нужная и необходимая, но никто не ожидал, что она принесет столько неудобств некоторым горожанам. Жители шести подъездов обычной рязанской девятиэтажки оказались заложниками в собственном доме. Лифт сначала не работал, потому что его демонтировали и устанавливали новое оборудование. Потом уже новый лифт стал просто частью интерьера. Сейчас мы находимся на пятом этаже. Впереди предстоит пройти еще четыре. Для нас это не такая серьезная проблема, но для людей с детьми и инвалидов вот эти ступеньки становятся настоящим препятствием. До девятого этажа мы все-таки дойдем для того, чтобы встретиться с человеком, который два месяца не был на улице. Инвалид второй группы Татьяна Балашова физически не может выйти на улицу. Больные суставы сковывают движение женщины. Она живет в доме номер 13 по улице Интернациональной с 83-го года. За это время было все. Лифт то ломался, то его чинили. Но такое, по ее словам, происходит впервые. Парализованный брат, он вообще не уходит. Я врача не могу вызвать, вы понимаете. Муж в третьем месте с двумя инфарктами, инвалид, ходит и носит нам пищу. Вы понимаете? Два инфаркта, 79 лет. Представители ЖИО номер 11 на общем собрании жильцов так и не появились, хотя их приглашали. Зато разъяснить ситуацию приехали те, кто непосредственно отвечает за проведение капремонта многоквартирных домов. Сотрудники уверяют, что лифты смонтированы в соответствии с договором. И сейчас все документы находятся в Ростехнадзоре, представители которого будут проверять лифтовое оборудование в течение 10 дней с подачи заявки. Для России это нововведение, так как вступило в силу постановление федерального правительства, которое и регламентирует порядок сдачи лифтов в эксплуатацию. Но вот что делать в этой ситуации людям, которые преодолевают заветные метры ежедневно? Людям необходимо сейчас немного подождать. После того, как Ростехнадзор проведет оценку освидетельствования, а это касается и безопасности людей в первую очередь, и мы заботимся о них. После прохождения этой оценки лифты включат. Не могу отвечать за управляющую компанию, какого числа они сдали документы. Со стороны фонда мы обязательства выполнили в полном объеме. То есть мы произвели монтаж и передали документы в управляющую компанию. Пока Ростехнадзор будет проверять оборудование, люди по-прежнему не смогут нормально добираться до своих квартир. Марина Климанова – счастливая мама годовалой дочки. Она уже давно оставляет коляску в машине. Другого выхода просто нет. Подниматься с ребенком на руках на девятый этаж – задача не из легких. На каждом этаже мы останавливаемся, чтобы отдышаться. 10 килограмм таскать каждый день. Справедливости ради стоит отметить, что новые лифты все же успели порадовать жителей дома, которые признаются. Внутри все очень красиво и современно. Но вот только толку от этого пока мало. Сделали, пустили вовремя лифт. Подразнили нас 4 дня. А потом выключили. Не принимает комиссия. С 24 апреля в нас отключены лифты. Должны были пущены 16 июня. До сих пор не запущены лифты. А за них мы и платим. Они входят. Куда деньги эти? Мы не знаем. Они в содержание жилья входят. Как лифт может входить в содержание жилья? У меня сахарный диабет тяжелый в форме. Сейчас я лежу в больницах. И вот сейчас, когда отключили лифт, мне очень тяжело с ногами ходить. Одно нажатие кнопки – дверь лифта откроется. Именно такой надеждой живут эти люди. Наша телекомпания будет следить за развитием событий.